Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Евгений Баковский, и в этом уроке мы с вами подробно разберем такую тему, как перегрузка операторов в C++. И для начала нужно понять, что вообще такое перегрузка операторов и для чего она нужна. Предположим, что вы создаете свой класс или структуру. В данном примере пусть у нас будет структура, которая будет описывать вектора в трехмерном пространстве. То есть мы создаем структуру, называем ее вектор 3 и кладем в нее три переменные x, y и z. Таким образом, структура у нас создана. Теперь мы создаем объект. Создаем один объект, инициализируем его такими значениями, как 10, 10, 10. Второй объект, инициализируем его другими значениями и создаем третий, к примеру, пустой объект. И мы хотим, чтобы переменная вектор 3 равнялась сумме других переменных этого же типа. То есть вектор 1 плюс вектор 2, это будет вектор 3. Если бы это у нас были переменные типа int или любого другого стандартного, то в такой операции не было бы никаких проблем. Но так как эту структуру мы создаем самостоятельно, компилятор не знает, что ему предпринимать, какие действия, как ему складывать два различных объекта. То есть, так как мы люди, мы в принципе логически понимаем, что если мы хотим сложить v1 и v2, то нам нужно последовательно сложить из v1 переменную x с переменной x из v2 и так далее. То же самое сделать с y и z. Но компилятор этого не знает, и ему необходимо явно это указать. Для этого нам необходимо создать перегрузку для данного класса или структуры. По своему синтаксису, то есть по объявлению, перегрузка в принципе мало чем отличается от функции. То есть первым делом мы пишем тип возвращаемого значения. То есть какое значение будет возвращать наша перегрузка. Здесь может быть не только вектор 3, здесь может быть абсолютно любой тип, как пользовательский, так и встроенный. Затем пишем название нашей функции, а так как мы перегружаем оператор, то пишем ключевое слово оператор и тот оператор, который мы хотим перегрузить. То есть здесь может находиться минус, умножение, деление и абсолютно любой другой оператор. И в скобках мы указываем тот аргумент, который принимает наша функция, то есть как бы оператор. В этот аргумент помещается та переменная, которая стоит справа от оператора перегружаемого. То есть если мы перегружаем плюс, то в переменную v2, то есть v1 точнее, в качестве аргумента, вот в данном примере, будет передана переменная v2, а в качестве zis будет передаваться v1. И в принципе это так и называется, то есть v1 будет левосторонним значением, а v2 правосторонним значением. И в теле функции перегрузки оператора мы уже пишем явно те задачи, которые компилятору необходимо будет выполнить при вызове данной операции. То есть мы указываем, что нам необходимо сложить текущую, то есть левостороннюю переменную x с этой же переменной, только из переменной, которая стоит справа. То есть v1x плюс v2x, v1y плюс v2y и то же самое z. И затем полученное значение мы возвращаем. Данная перегрузка является предельно простой и в принципе получится тот результат, который нам и необходим. v3 будет равняться 30, 25 и 40. Ну на самом деле здесь мы можем сделать абсолютно все что угодно, например заменить плюс на умножение. И таким образом получится, что когда мы будем складывать, точнее писать оператор плюс относительно двух объектов типа v3. Если мы здесь укажем умножение, то по факту эти переменные будут умножаться, а не складываться. Но так естественно делать ни в коем случае не нужно, так как это будет вводить в заблуждение и вас в дальнейшем, и тех людей, которые будут читать ваш код. И такая перегрузка на самом деле далека от совершенства. Давайте представим, что наша структура содержит не три переменные, как в данном примере x, y, z, а там очень много переменных, даже может быть разных объектов, а не только стандартных типов. И в общем объект, которым мы будем применять данную операцию, будет висеть очень много. Что будет происходить в данном случае с такой формулировкой перегрузки? Давайте обратимся к строке вызова. То есть будем рассматривать эту строку. Здесь мы видим, что у нас вызывается перегрузка оператора плюс относительно объекта vector3. В качестве право-стороннего значения у нас передается объект. Но так как здесь мы передаем чисто объект, то передается как бы копия этого объекта, который становится константной. То есть проще говоря, например, здесь у нас будет лежать значение, равное условно 10, и будет занимать оно в памяти ячейку под номером 2. И что произойдет при передаче этой переменной функции? Эта переменная будет просто скопирована, то есть уже передастся то же самое значение 10, но будет лежать оно в другой ячейке памяти, которая будет временная. И это значение удалится после выполнения этой операции. То есть после того, как сработает ретурн, у нас новое значение, которое было скопировано отсюда, будет удалено. И почему это плохо? Как я уже сказал, если объект будет очень большим и будет занимать много места в памяти, то это будет очень сильно влиять на производительность. То есть, во-первых, будет тормозиться как сама система, то есть нужно будет копировать этот объект постоянно. Потом будет употребляться больше памяти. То есть, например, у нас есть большие объекты в программе, и мы очень часто производим с ними какие-либо арифметические операции. В таком случае будет получаться, что тысячи раз в секунду необходимо будет создавать новые объекты, потом удалять их, и это, естественно, будет очень сильно сажать производительность. И есть очень простое решение для выхода из этой проблемы. Мы должны не копировать объект, который передаем, а передавать его по ссылке. То есть добавить просто такой знак амперсанда. И в таком случае, если у нас здесь находится объект, равный условно 10, да, как я уже говорил, и находится в ячейке 2, то при передаче в функцию перегрузки оператора будет производиться работа именно с этой ячейкой памяти, то есть с ячейкой памяти 2. Не будет создаваться никакой новый объект. И поэтому, так как мы работаем с той же самой ячейкой памяти, и не производим никаких других операций, то скорость работы программы достаточно сильно возрастет. И не могу не сказать о том, что передавать значения по ссылке лучше всего только с... именно пользовательскими типами, которые являются достаточно большими. То есть, например, в вектор 3, в принципе, уже можно передавать по ссылке. Если мы перегружаем, например, вектор 3 плюс какой-то int, плюс число целочисленного типа, например, здесь у нас будет int, то передавать integer по ссылке смысла не будет иметь. Так как даже при передаче по ссылке у нас все же выделяется один небольшой участок памяти для того, чтобы хранить саму ссылку на эту переменную. То есть, к примеру, у нас есть объект v2, который является большим и весит около 200 байт. Если мы его будем передавать по ссылке, нам необходимо будет куда-то сохранить тот адрес, на котором лежит этот объект. Пусть это будет адрес 2, условно, но та же самая цифра. Нам нужно сохранить цифру 2, чтобы знать, что обращаться необходимо именно ки-чеке 2. Мы выделяем память по цифру 2, а это от 4 до 8 байт, за 80 от того, какая система. Но выделить 4 или 8 байта, это гораздо выгоднее, чем выделять те же 200 байт для хранения самой этой переменной, для хранения ее копии, правильно? Поэтому для работы с объектами лучше употреблять именно ссылку. Но если мы работаем с встроенными типами, такими как интейджер, строки, флот и так далее, то тут уже производить это смысла нет, выделять ссылку. И это может даже, наоборот, замедлять программу в некоторых случаях. Так как не имеет целесообразности по одной даже простой причине, что вес у них будет одинаковый. То есть интейджер также весит от 4 до 8 байт, но иногда бывает 16. Но при передаче объекта по ссылке становится, вернее, раскрывается еще одна проблема. Объект, который мы передаем по ссылке, становится изменяемым. То есть если мы передаем константное значение, которое будет копироваться, в случае, когда мы передаем мне ссылку, у нас происходит копия, но я уже говорил об этом, мы не сможем никак повлиять на исходный объект. То есть на этот. Мы будем влиять только на тот объект, на копию, вернее, объекта, который мы сюда передали, который будет удален после вызова операции ретурн. То в случае же со ссылкой мы передаем непосредственно сам объект, то есть тот участок памяти, в котором он лежит. Это значит, что мы можем легко обратиться к этому объекту по его имени. В этой функции пишем v1, x и меняем его значение. И таким образом у нас открывается возможность сделать так, что при написании такого выражения, v3 равно v1 плюс v2, мы сможем как приравнять некое значение переменной v3, так и повлиять на v1 и на v2. Естественно, нам этого делать не нужно, так как это будет вводить в заблуждение, я вообще не могу представить, где это может пригодиться. Поэтому что нам нужно сделать, чтобы запретить изменение объекта, передиваемого по ссылке? Для этого нам нужно просто добавить const. Для этого мы просто пишем const, что будет означать, что объект, который мы передаем по ссылке, мы не имеем права изменять. И сразу же видим, что статический анализатор кода уже выдал две ошибки, которые гласят о том, что объект изменить нельзя. Если же мы убираем const, то все нормально. Но в данном случае const необходимо оставлять, чтобы самому же никаким образом не было возможности допустить какие-либо ошибки. Теперь давайте посмотрим на тип возвращаемого значения. То есть здесь у нас может быть не только v3, здесь может быть integer и так далее. Все примеры с возможными вариациями я разберу чуть позже в этом же видео. И так как мы возвращаем вектор 3, это говорит о том, что мы возвращаем целый объект. То есть создаем новый объект, который также может висеть много и что может значительно отнимать память. То есть это абсолютно такая же проблема, как и при передаче объекта в виде аргумента. Только здесь уже при возврате этого объекта. И в таком случае казалось бы, что проблемы тоже нет в принципе никакой. Можно также добавить знак ссылки и просигнализировать о том, что мы будем возвращать не новый объект, а ссылку на объект, который мы создали здесь. Но в таком случае возникает проблема. Дело в том, что в ретурне, вот здесь мы создаем новый объект. И если мы будем возвращать ссылку, то получится, что мы будем возвращать ссылку на этот объект. Правильно? И дело в том, что после завершающей скобки этот объект удаляется, о чем я уже говорил. И получится, что мы вернем ссылку, она действительно будет существовать, какая-то ссылка, но на тот момент, когда эта ссылка уже будет употреблена в день, по этому адресу не будет лежать уже никакого объекта. То есть там могут оказаться абсолютно любые случайные данные, и что приведет к непредсказуемому результату. Поэтому в данном примере ссылку возвращать ни в коем случае нельзя. Есть некоторые примеры перегрузки операторов, когда ссылку возвращать можно и даже может быть необходима, но о них я также скажу позже. В качестве примера можем еще рассмотреть, какую перегрузку оператора. Будем перегружать равно, и возвращать будем, точнее не будем возвращать никакого значения, это будет тип void. И что мы здесь делаем? Ну, по сути, данная операция, наверное, бесполезна, но в некоторых случаях может пригодиться. То есть здесь мы принимаем правостороннее значение также по ссылке, и к левостороннему значению ставим, приравниваем все переменные, кроме последней. То есть это может пригодиться в том случае, когда нам необходимо при употреблении операции равно приравнивать не абсолютно, делать объект, вернее, в 3 не абсолютно идентичным объекту v2, но, например, сбрасывать в 0 некоторые переменные. То есть в данном случае я сбросил переменную z. Таким образом, получится, если у нас v2 инициализировано значениями 20, 15, 30, то v3 будет после употребления операции равно инициализироваться 20, 15 и 0, так как последний z здесь устанавливается в 0. В данном случае вот может пригодиться перегрузка операции равно. И также нам не нужно здесь возвращать абсолютно никакого значения, поэтому можем написать спокойно void. Вот так выглядел бы классический вариант. То есть помимо того, что мы присылаиваем левостороннему значению значение переменной справа, мы еще возвращаем объект. Здесь возвращать объект было бы достаточно глупо, то есть зачем выделять память под целый объект, когда мы уже сделали все необходимые операции здесь. Можно было бы вернуть ссылку. Но стоит опять же вопрос, зачем нам вообще возвращать ссылку, которая будет недействительна. Поэтому мы можем вообще ничего не возвращать и употребить void. То есть как в примере, который я привел перед этим. Но опять же не все так просто с этими операторами. У void, если напишем вот такое выражение, то тоже будет некая проблема. Какого рода? То есть если мы напишем такое выражение, в котором будет v1 приравниваться к v2, в скобках, и затем мы попытаемся приравнять вот это же переменной v3, то мы получим ошибку. Ошибку почему? Потому что void ничего не возвращает. Так как первым делом выполняются операции в скобках, у нас переменной v2 будет присвоено значение переменной v1. И после этого не будет возвращено никакого значения. То есть здесь получится пустота. Можно написать даже void для наглядности. Но мы не можем присвоить переменной v3 значение void, то есть ничего. Поэтому будет такая ошибка. И это значит, что нам необходимо перегружать оператор равно также с возвращаемым значением типа vector3. и также нам нельзя здесь возвращать ссылку, так как ссылка будет на несуществующий объект. Если мы пишем просто vector3, то сразу можно видеть, что компилятор уже убрал эту ошибку, так как ошибки никакой не возникает. Но я не знаю, может ли пригодиться где-то использовать подобное выражение. Поэтому здесь уже необходимо индивидуально подбирать какое-либо решение под каждую программу, где уже разработчики между собой будут иметь определенные договоренности о том, как именно им поступать. То есть если не предвидится выполнение подобных выражений, таких операций, то будет и объект весит очень много, то будет гораздо более логично, по моему мнению, использовать такую перегрузку, то есть void, без лишнего выделения памяти и напряжения вышлительных мощностей компьютера. И также должен сказать, что, наверное, единственным перегруженным по умолчанию оператором является сам оператор равно. То есть я сейчас удалил перегрузку собственную, и нет никаких ошибок. Почему это происходит? Потому что компилятор понимает, что если мы пишем равно, то, скорее всего, мы хотим просто действительно от левостороннего значения, точнее, в левостороннюю переменную, ставить поочередно все значения из правосторонней переменной. И он, в принципе, это выполняет. Но для плюсов, минусов других 49 операций он этого не делает. И также еще нужно упомянуть о том, что если вам все же необходимо перегрузить оператор присваивания, когда вы копируете не все значения полностью, то вам необходимо исключить еще такой вариант событий, когда производится попытка присвоить объект сам себе. То есть, например, кто-то по ошибке напишет V3 равно V3. По сути, когда компилятор уже подкомпилирует код, он может это значение даже отбросить и не производить его. Но на всякий случай лучше перестраховаться и написать такую конструкцию. Если объект, передаваемый в правосторонний объект V3, является тем же самым объектом, который стоит слева, то мы тогда возвращаем просто указатель на текущий объект и не производим никаких присваиваний. Если же это не так, то мы делаем все то, что нам необходимо. Что происходит в таком случае? В таком случае мы исключаем лишнюю нагрузку на систему, когда она не нужна. То есть, если объект весит очень много, мы пытаемся приравнять его себе же. Если удалить if, то компилятор станет выполнять все эти операции, что будет долго, будет создаваться новый объект и так далее. Что нам, естественно, не нужно. Перед тем, как мы начнем разбирать эту тему дальше, необходимо сказать о том, что реализовывать перегрузку в самом классе, телекласс или структуру является не очень хорошим тоном. И вообще реализовывать любые функции или методы в телеклассе не очень хорошо. То есть, здесь нам нужно лишь сделать объявление, потому что будет существовать такая функция, а реализацию ее вынести за пределы класса. Как это делается? Мы просто скопируем нашу перегрузку, поставим здесь точку с запятой и удалим реализацию. И что мы сделали? В теле нашей структуры мы объявили о том, что у нас для данной структуры будет существовать перегрузка оператора плюс. Но мы не написали никакой реализации. Мы просто пока объявили компилятору о том, что в дальнейшем мы планируем реализовать реализацию этого оператора. Для этого теперь мы вставляем тот код, который удалили и скопируем название структуры. Перед перегружаемым оператором напишем Vector3 и добавим две вот такие точки. Что все это означает? Это то же самое, то есть что возвращает наша перегрузка типа возвращаемого значения. Вторая надпись Vector3 вот эта. Это то, к какому классу или структуре принадлежит наша перегрузка. То есть если это типа возвращаемого значения, то это указывает на то, что данный оператор принадлежит к структуре Vector3, а не какой-либо другой. И затем все то же самое. Пишем плюс и собственно реализацию самой перегрузки. Либо же мы можем сделать абсолютно другой вариант. Мы можем сделать функцию дружественной. Для тех, кто не знает, что такое дружественная функция, я сейчас постараюсь объяснить. Если мы создаем дружественную функцию, то мы можем реализовать эту функцию вне телекласса. И эта функция сможет работать с приватными членами этого класса. Я сейчас сдал просто определение того, что это такое. Но в дальнейшем на уже определенном конкретном примере вы поймете для чего нужны дружественные функции и когда без них не обойтись при перегрузке операторов. Ну и сейчас давайте посмотрим на то, что изменилось. Во-первых, так как мы перегружаем бинарный плюс, плюс еще может быть юнарным. Бинарный плюс это плюс, в котором у нас задействуются два аргумента, то есть работа идет с двумя переменными, а не с одной. Когда перегружаемый метод был членом класса, то в скобках мы указывали принятие всего одного аргумента, правостороннего. Левосторонний аргумент мы не указывали, так как он по умолчанию считался как this, то есть тот аргумент, из которого происходит вызов этой перегрузки. А теперь, когда мы указали функцию как дружественную, это подразумевает, что эта функция будет определена вне класса. И нам необходимо явно указать два аргумента, то есть аргумент, который будет стоять слева, и аргумент, который будет стоять справа. И по сути свои эти две надписи равнозначны. Также в самой перегрузке по сути ничего не изменилось. Возвращаемое значение и операция производится тем же самым образом. Только теперь вместо указателя this мы используем ссылку на первую переменную и ссылку на вторую переменную и складываем уже их и возвращаем это значение. И также здесь мы убрали уже принадлежность к классу Vector3 и используем просто объявляем как функцию, как абсолютно стороннюю функцию. Не указываем на то, что она принадлежит к кому-либо классу. Поначалу, наверное, может быть сложно понять, для чего это делать, для чего вообще нужны дружественные функции. Я сам поначалу этого не понимал, но в дальнейшем в этом видео вы обязательно это поймете. Теперь давайте посмотрим на различия между лунарными операторами и бинарными операторами. Здесь у нас есть лунарный плюс и лунарный минус и также бинарный плюс и бинарный минус. Сразу посмотрим на то, чем они отличаются в коде. Лунарный плюс и минус выглядят как просто плюс и одна переменная, минус и одна переменная. Для чего это может пригодиться? Ну, например, перегружая лунарный плюс мы можем использовать его так же, как инкрементирование но это глупо не могу представить для чего можно употреблять ударный плюс но можно увеличивать таким образом значение этой переменной на единицу но опять же лет вам мы перегружаем инкремен в таком случае но ударный минус уже можно использовать для того чтобы просто отразить вернее умножить на минус 1 все значения переменных вернее которые нам необходимо умножить на минус 1 при передача в другую переменную то есть например если бы это у нас был были интовые типы целочисленные то здесь в переменную v3 мы придавали бы минус 10 и не было бы понятно что это десятка с префиксом минус то есть 10 умноженное на минус 1 но если мы напишем то же самое но уже для своих какой-либо структуры то программа не поймет что собственно нужно и умножить на минус 1 поэтому нам необходимо перегрузить оператор лунарного минуса и лунарного плюса то есть если мы сейчас это закомментируем то программа компилятор сразу выдаст ошибку у меня статический анализатор коды сейчас в студии видимо тормозит поэтому ошибки не подчеркивает бинарный плюс и минус это уже сажение вычитания то есть именно такие операции когда используются две переменные но о них я уже говорил чуть ранее и мы более подробно разберем их дальше в видео и теперь когда мы знаем общую концепцию перегрузки операторов дружище о том что такое дружественные функции для чего они нужны давайте разберем для чего не в каких случаях не обойтись без дружественных функций при перегрузке операторов ну во первых это естественно такие случаи когда мы в теле структуры или класса пишем лишь объявления а реализацию выносим в отдельный файл что в принципе делается в большинстве библиотек то есть таким образом у нас будет выглядеть объявление этих функций а уже их реализация то есть сам текст перегрузок будет вынесен в отдельный файл это может быть . dl или . leap в таком случае необходимо будет использовать дружественные функции и второй случай гораздо более интересный и может быть очень неочевидным для новичков давайте представим что у нас есть две некие структуры которые мы хотим складывать между собой у нас есть структура вектор 3 который у нас описывает вектор в трехмерном пространстве и также создадим структуру вектор 2 который будет описывать двухмерный вектор я не буду писать здесь никаких данных никаких реализаций в данном примере это не понадобится но я думаю вы сами догадываетесь как здесь и что можно реализовать если вам это понадобится и теперь давайте представим что мы захотели сложить вектор вернее переменную типа вектора 2 и переменную типа вектор 3 для этого мы пишем перегрузку то есть возвращаем тип объекта вектор 2 и принимаем объект типа вектор 3 и что у нас получается у нас есть объект типа вектор 2 вот возвращаемое значение совпадает и мы присваиваем точнее ну да присваиваем этому объекту сумму вектора 2 с вектором 3 так как вектор 3 является правосторонним значением и стоит здесь справа то все работает и левостороннее значение это вектор 2 для звезд но если мы уже меняем просто местами эти переменные то мы получаем ошибку то есть казалось бы здесь ошибки быть не должно с чего бы нам так как мы просто поменяли переменные местами и еще со школьной скамеи известно что переменные мест слагаемых сумма не меняется но как оказывается в программировании это может иметь некое значение и на самом деле причина ошибки очень простая как я уже говорил в скобках указывается перегрузка правостороннего значения точнее аргумент правосторонний в качестве правостороннего аргумента мы принимаем вектор 3 и поэтому так как в первом примере у нас слева вектор 2 справа вектор 3 все прекрасно работает но уже в втором примере мы слева поставили вектор 3 справа вектор 2 но перегрузки с аргументом под вектор 2 у нас нет поэтому получается такая ошибка и наверное очевидным решением для новичка будет сделать перегрузку этой же операции в структуре вектор 3 то есть напишем уже здесь возвращаемое значение вектор 2 принимает вектор 2 и работает как бы с вектором 3 но если мы будем так делать для всех операций которые нам необходимо перегрузить а их может быть от 50 и больше на самом деле это получится очень накладно так как нам придется но буквально дублировать все операции друг для друга для работы с несколькими классами это это у нас всего два класса до сравниваются перегружаются друг для друга на если у нас будет таких классов 10 к примеру мы захотим работать с 11 темерным пространством каким-нибудь и захотим складывать вектор 2 с вектором 3 с вектором 4 и так далее это сколько нам придется все перегружать и дублировать это в каждом классе что естественно не удобно поэтому давайте удалим эту запись из вектора 3 у нас появляется заново ошибка напишем такое элегантное решение то есть добавим виртуальную функцию который будет принимать в качестве первого аргумента перемены другого типа то есть не вектор а вектор 3 а здесь вектор 2 и для чего здесь нужно подписчей фрейн то есть дружественные функции того чтобы мы могли иметь доступ к приватным членам первого аргумента так как этот аргумент является не членом вектор 2 а эти перемена у нас могут быть приватного типа то если мы напишем это без фронт мы не получим доступа к приватным членам, таким как x, y и z, и у нас не получится произвести необходимые нам операции. Поэтому мы пишем фронт и имеем доступ к всем приватным членам другой структуры или класса. Это очень наглядный пример, я надеюсь, что он пояснил вам пользу и необходимость употребления дружественных функций. Ну что ж, на этом в принципе мы рассмотрели основные аспекты перегрузки операторов в C++. Теперь давайте посмотрим на то, какие вообще бывают операторы и каким образом их можно перегружать. Я уже подготовил код, он получился достаточно большим, здесь около 500 строк. И давайте рассмотрим каждый оператор, а их около 49. Но я думаю, что не займет это много времени, так как их реализация повторяется, и я буду пропускать некоторые операторы. В самой структуре я указал те операторы, которые мы будем перегружать, а реализацию вынес уже за структуру, и сейчас мы ее рассмотрим. Также обратите внимание на то, что унарные операторы я не стал выносить за пределы класса, то есть они не являются дружественными функциями. Простым языком говоря, унарные операторы лучше не перегружать с фронт. То есть унарные операторы должны обязательно являться членами класса или структуры. Когда же мы используем фронт, то мы не указываем, что данная перегрузка является перегрузкой для конкретного класса. То есть мы не пишем вот этого вектор 3 и 2 двоеточия. Но я думаю, объявление можно пропустить, и давайте сразу перейдем к реализации. Точнее даже не так, сначала лучше сразу запустить программу и смотреть на то, какой результат она выдает. Не будем разбирать по ходу дела. Теперь давайте посмотрим на бинарные плюс, минус, умножить, делить и операцию взятия остатка. Здесь мы принимаем левосторонние значения, правосторонние значения, и производим с ними просто такие же операции, и возвращаем новый объект. Ну, в принципе, все стандартно, и объяснять здесь, собственно, нечего. Чуть более интересными являются операции лунарные, такие как инкремент и декремент. Как известно, инкремент бывает двух типов. Это префиксный, когда мы ставим плюсы перед обозначением переменной, и постфиксный, когда мы ставим два плюса уже после обозначения переменной. Надеюсь, что вы знаете, чем они отличаются. Так как эти функции являются членами класса, то есть они без ключевого слова front объявлены, то мы пишем vector3, двоеточие, и в скобках не указываем никаких аргументов, так как подразумевается, что эта функция лунарная и работает с тем объектом, до которого она вызывается. Поэтому мы используем здесь указатель zis, и уже применяем все изменения непосредственно к нему. Чтобы объявить префиксный инкремент, мы не указываем никакого аргумента, и просто пишем плюс-плюс. Чтобы объявить постфиксный инкремент, когда два плюса стоят после названия переменной, мы просто сюда пишем слово int. Это ключевое слово абсолютно ничего, в принципе, не означает, оно просто указывает на то, что данный инкремент или декремент будет являться постфиксным. И также для наглядности я перегрузил операции умножить, поделить и взять остаток два раза. То есть первый раз мы перегружаем их для двух объектов типа vector3 и vector3, то есть когда мы умножаем vector3 на vector3. И второй раз, когда мы умножаем vector3 на целочисленную переменную. В принципе, реализация здесь тоже не несет никаких сложностей, мы просто умножаем тип vector3 на i. Я сделал это для того, чтобы было наглядно и чтобы было понятно, что так можно делать. Теперь давайте посмотрим на операции составного присваивания. Почему они называются составным присваиванием? Потому что здесь мы берем одну переменную и вторую переменную, и сразу же присваиваем этой переменной определенное значение. Давайте посмотрим на известное плюс-равно. И что мы здесь делаем? Мы берем ту переменную, которая стоит слева от этого знака, называем ее vector1, и вектору1 присваиваем сумму вектора1 и вектора2. И обратите внимание на то, что мы здесь используем перегруженный уже оператор плюс. То есть, если мы удалим здесь реализацию, закомментируем ее, то мы не сможем использовать в данном блоке плюс, так как компилятор не будет знать, как, собственно, складывать данное значение. А, нет, я сейчас заметил, что я совершил небольшую ошибку, так как уже у нас действительно перегруженный оператор плюс, а здесь я совершаю обход все равно поэлементно. Действительно перегруженный оператор плюс, и мы можем просто написать такую запись, которая будет эквивалентна этой же, но будет выглядеть уже гораздо более красиво и профессионально. С остальными операторами минус равно, умножить равно, делить равно, остаток равно, производится все то же самое. Наконец, мы пришли к достаточно интересным перегрузкам, перегрузкам логических операторов. Давайте рассмотрим перегрузку меньше. Как нам понять, переменная v1 меньше, чем переменная v2 или нет? Здесь может быть очень много различных вариаций. То есть, во-первых, мы можем просто сравнять по значениям, сложить все значения из вектора 1, да, то есть x плюс y плюс z, и сравнить полученное число с таким же числом, полученным только уже из переменной v2. Но это будет не совсем корректно, так как мы работаем не просто с данными, а работаем с векторами. Поэтому здесь уже необходимо узнавать именно длину самого вектора, и в таком случае нам необходимо обратиться к геометрии и математике. Применяем простую формулу Пифагора, узнаем длину вектора, кладем их в тип double, то есть изначально создаем две переменные типа double, и уже кладем в них значения, получаемые через формулу Пифагора. Ну, или теорема Пифагора, в принципе, без разницы, как ее называть. И в дальнейшем мы просто сравниваем два числа уже и получаем правильный ответ. Также давайте посмотрим на перегрузку операции идентичности и не равно. То есть, если у нас из первого вектора все переменные равняются тем же самым переменным из второго вектора, то это значит, что v1, то есть первый вектор равняется второму вектору, и мы возвращаем true, в противном же случае false. И в логической операции проверки неравенства мы уже употребляем перегруженную операцию проверки равенства, только инвертируем ее с помощью восклицательного знака, который означает операцию не. Теперь давайте посмотрим на перегрузки операции и приведение типов. Я выделил всего две перегрузки, то есть это приведение к типу bool и к типу integer. С типом bool я поступил предельно просто, так же, как поступается с типом int, то есть целочисленным. Если тип int хранит число 0, то при приведении к boolевому типу это будет false. Если же число равняется не нулю, то приведение к bool вернет true. И здесь я сделал то же самое. То есть, если текущий элемент равняется вектору 0,0,0, то в таком случае мы возвращаем, а вернее не равняется, то в таком случае мы вернем true. Если же вектор является инициализированным нулями, то мы возвращаем в false. Ну и при перегрузке integer на все, что мне хватило в фантазии, это просто возвращать сумму всех координат, то есть x плюс y плюс z. Таким образом, если у нас будет инициализирован вектор 2,2,3, к примеру, то при приведении к integer мы получим 4 плюс 3, цифру 7. Теперь давайте посмотрим на перегрузку логических операторов. Это не и или. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что здесь опять же используются уже перегруженные методы. В данном случае это приведение к bool-овому типу. То есть может получаться так, что для перегрузки какого-то конкретного оператора необходимо будет перед этим перегрузить еще несколько операторов для того, чтобы работала одна конкретная перегрузка. Давайте посмотрим на перегрузку логического не. Что здесь происходит? Мы первым делом приводим нашу переменную к bool-овому типу. А что будет происходить при приведении к bool-овому типу? То есть если переменная не равняется нулю, то мы получим true. И при выполнении операции логического не у нас получится false. С операциями и или происходит абсолютно то же самое. То есть мы работаем именно с bool-овыми значениями и также возвращаем bool-овые значения. Производим приведение к bool-овому типу, сравниваем bool-овый тип и возвращаем bool-овый тип. И теперь давайте посмотрим на операцию по битовой инверсии. Я думаю, что для многих она будет новой. Записывается она как значок тильда и выполняет простое действие. То есть инвертирует число по битово. Очень подробно об этом я сейчас рассказывать не буду. Я просто покажу основной принцип и эффект, который при этом получается. Более подробно вы можете прочесть об этом в Википедии. Итак, если мы передаем число, к примеру, это будет 1, 1, 1, вектор 3 будет унициализирован такими числами, то при побитовой инверсии у нас получится 0, 0, 0. Если же мы передадим минус 1, минус 1, минус 1, то при побитовой инверсии мы получим 0, 0, 0. В примере с целочисленным типом, к примеру, если мы передаем число 10, то получим минус 11. Если мы передадим число минус 9, то получим число 10. Такой эффект получается из-за того, что мы не умножаем на минус 1, а производим именно инверсию побитого. Также есть такие операции, как побитовое или и побитовое и, которые записывают с одним имперсандом и одной такой палочкой. Логические же операции или записываются двойными. На самом деле они имеют некое отличие, главным образом хотя бы из-за того, что побитовые операции возвращают нам сам тип. Тип того объекта, с которым мы работаем, а логические операции возвращают нам булев тип. Также более подробно, чем они отличаются, вы можете прочесть в Википедии. Ну а так я могу лишь сказать, что они работают конкретно с байтами и возвращают само число, а не булев тип. И поэтому их нельзя использовать, вернее можно, но не рекомендуется использовать в конструкциях ветвления типа if, switch и так далее. Так как еще раз повторяю, они не являются логическими. В качестве знака степени употребляется операция исключающая или, то есть XOR. Об этой операции, если вы еще не проходили высшую математику, об этой операции вы можете узнать также из Википедии, если вы еще не изучали высшую математику. Я, правда, не помню высшей математики, это изучают или нет уже. Ну в общем, вот. И наконец мы перешли к, наверное, более интересным перегрузкам. Это перегрузка операторов ввода и вывода в поток. Но на самом деле эти операторы называются не так, они называются операторами побитого воздвига или побайтового воздвига, но в принципе не имеет разницы. Вроде побитого воздвига, то есть это операция побитого воздвига влево, это операция побитого воздвига вправо. И обратите внимание на то, что перегружаем мы их для потока То есть, типа битовый сдвиг влево мы перегружаем под вывод в поток вернее То есть, это замена COUT получается Поэтому мы возвращаем объект типа OSTREAM, принимаем объект типа OSTREAM И в качестве правостороннего значения мы принимаем объект типа Vector3, который нам нужен И именно за счет такой перегрузки у нас получается такой эффект То есть, теперь нам не нужно писать дополнительную функцию show или display для Vector3 Для структуры Vector3 Мы просто можем написать COUT, оператор побитого сдвига влево и саму переменную типа Vector3 И в результате мы получим вывод тех чисел, которые, собственно, там и содержатся То есть, мы получаем такую скобочку открывается x, y, z Что, собственно, и перегружено конкретно здесь То есть, вывод x, y, z Все достаточно просто и очень удобно И также не менее интересная операция извлечения из потока Здесь мы уже работаем с потоком ISSTREAM, а не OSTREAM То есть, возвращаем OSTREAM, ISSTREAM вернее, и принимаем ISSTREAM То есть, когда мы хотим заполнить структуру значениями Также без каких-либо дополнительных функций Достаточно просто перегрузить операцию извлечения из потока То есть, нам будет выведена фраза введите Vector3 Затем мы вводим x, затем нам пишет введите y, вводим y, z, вводим z И передаем то, что получилось в поток Кладем это в переменную здесь И все прекрасно работает То есть, в данный момент у меня программа требует ввести Vector3 Давайте введем 50, 50, 50 Нажмем еще раз Enter И мы видим, что произошло введение Все присвоилось, все работает И второй раз еще раз просит Там уже для другой переменной Введем заново 50, 50, 50 И программа заканчивает свое выполнение Думаю, для тех, кто еще не работал с перегрузкой операторов В C++ данная фишка будет открытием Что не нужно писать никакие функции Типа show, get и тому подобное Можно просто перегрузить операторы И это будет гораздо более удобней Дальше у нас идет блок побитовых операций с присваиванием То есть, это абсолютно то же самое, что и вот эти операции с присваиванием То есть, плюс равно, минус равно и так далее Это то же самое, что побитовое и побитовое или побитовый XOR И тому подобное То есть, все то же самое, только с присваиванием в поток Чем здесь отличается, например, операция вывода в поток Это тем, что перед этим мы просто очищаем поток То есть, получается, как бы вывести в поток И при этом сделать его равным именно этому значению Но чтобы поток был равен этому значению Нам необходимо его перед этим очистить Ну, собственно, и все, отличие получается от этих перегрузок Далее у нас есть оператор квадратных скобок Чаще всего его используют, естественно, для создания индексации То есть, если у нас есть какая-то структура, которую можно представить как массив То нам необходимо как-то ходить по этим элементам И перегрузку данного оператора можно использовать для создания индексации Но так как в данном примере ни о какой индексации не может быть и речи Я просто реализовал этот оператор для вывода значений То есть, например, если мы вводим в квадратных скобках 0 То нам будет выведено x Если вводим 1, то выведется y Если вводим z, то выведется... Фу, вернее, если вводим 2, то выведется z И при том помещено все это в конструкцию обработки исключений То есть, блок trycatch Если же мы вводим число, которое больше, чем 2 То срабатывает блок else, в котором мы генерируем ошибку Ошибка в выход за пределы размерности вектора То есть, мы не можем обратиться к четвертому элементу Потому что его тут просто нет И в таком случае сработает блок catch В который будет передана эта строка И мы выведем просто эту строку сообщением об ошибке И вернем 0 И, конечно же, у нас есть такие операторы, как new New с квадратными скобками Delete и delete с квадратными скобками То есть, мы можем перегружать операции для создания объектов Создания массива объектов И удаления тех же самых объектов или массива На самом деле, здесь ничего оригинального я придумать не смог Точнее, можно было бы сделать, конечно, какой-нибудь Написать какой-нибудь несусветный бред Типа, нам нужно создать Выделить память, вернее, под один объект А я бы написал здесь выделять под 10 объектов Но это было бы глупо И я не хочу даже показывать таких примеров Поэтому я перегрузил оператор new Просто стандартным методом То есть, можно было бы здесь ничего не перегружать Что здесь происходит? Мы создаем указатель на пустоту То есть, на неопределенное место И выделяем память с помощью функции из c.melec Которая в качестве аргумента принимает то количество байт Которое нам необходимо выделить В качестве аргумента, который принимает new Выступает переменная типа size t То есть, если сюда мы передаем переменную типа vector 3 То происходит автоматический пересчет того Сколько под эту переменную необходимо выделить память И таким образом будет получаться, что фактически Здесь будет выделено Точнее, сюда передастся число Того количества байт, которое нам необходимо выделить И здесь будет создан указатель на ячейку памяти Именно с такой размерностью Затем мы проверяем, если указатель не равняется 0 То есть, не null То возвращаем тот указатель И уже можем с ним работать То есть, в классе в него какой-либо объект Если же указатель равняется null То это можно говорить о том, что Аберационная система не смогла выделить памяти Так как она просто кончилась И мы генерируем стандартное исключение BDL, которое устанавливает работу программы Если кто-то смотрел мой ролик по созданию радара на Arduino То там в самом начале я говорил о том, что нашел баг Баг, который начинает жрать память Из-за того, что я забыл оператор delete как раз И там в конце генерировалось именно такое исключение BDL Когда нельзя было выделить память уже по на работу приложения Оператор delete перегружается еще проще То есть, здесь мы пишем, опять же, ту же самую функцию из языка IC-free И в качестве аргумента передаем лишь указатель на ту ячейку памяти Которую необходимо очистить И все Также у нас еще есть оператор скобки Который иногда именуется как оператор копирования Здесь я не стал тоже ничего изобретать И использовал, перегрузил его абсолютно таким же образом Как и оператор квадратные скобки То есть, он выполняет абсолютно такие же функции Затем у нас есть, в принципе, такой же оператор Только теперь его можно уже назвать функтор Так как он принимает два аргумента И другого типа Если здесь int, то здесь вектор 3 и вектор 3 И в данном случае, когда будет производиться передача функтор Двух переменных нашего типа То я обозначил это просто как произведение операции Побитого и То есть, будет возвращаться число Произведенное через операцию побитого и Что, в принципе, тоже не несет никакого смысла Но для примера, чтобы показать, как можно сделать, я это и написал И последний оператор, перегрузку которого мы разберем в этом видео Является, наверное, очень загадочным Я узнал о нем только когда готовил этот урок Это оператор запятая Да, это запятая Это не плюс, не минус, не равно Это запятая Как бы вы могли думать, для чего перегружается запятая Но оказывается, это не обычная запятая А волшебная То есть, через запятую мы указываем Два элемента Это будет V1 и V2 И здесь я указал, что Возвращая значение Мы будем просто как произведение двух этих элементов Давайте посмотрим, когда это может употребляться Я опустился в самый низ скрипта Здесь мы можем видеть, что Есть переменная V1 Которой мы присваиваем Такое значение через конструктор И в этом конструкторе мы передаем уже Два объекта Без имени, которые мы создаем Инициализируем его в 10, 10, 10 И потом ставим этот оператор запятая Вот он, запятая И через запятую ставим уже еще один элемент Тоже вектор 3 И так как я перегрузил его Под выполнение операции умножения То, по сути, они должны умножаться То есть, 10 умножаться на 20 10 умножаться на 25 и так далее И здесь я вывожу значение Примерной V1 Давайте посмотрим, что из этого получается И получается, в принципе, да Именно то, что нам нужно То есть, получается 200, 250 и 300 То есть, через оператор запятую Здесь производится произведение Этих двух объектов Но, опять же, упомянусь о том Что это не имеет, наверное, абсолютно Никакого практического смысла И я привел эту операцию Лишь для того, чтобы показать Что есть такой оператор И его можно перегружать Подобным образом То есть, показать вообще Каким образом его можно перегружать Ну и на этом я закончил Рассмотрение перегрузок операторов Еще я должен упомянуть о том Что мы можем перегружать указатель Можем перегружать оператор ссылки Взятие ссылки Такой оператор и такой оператор Но я не могу даже представить Для чего их можно перегрузить В данном контексте И вообще для чего Можно понадобиться перегружать оператора Например, взятие ссылки Поэтому я их закомментировал И не стал никак реализовывать Но о том, что их можно перегружать Вы должны знать Поэтому я сейчас об этом и говорю Ну что ж, если данное видео помогло вам Оказалось полезным То обязательно поставьте лайк под видео Подписывайтесь на канал О нем еще будет очень многого интересного И главное, всегда помните Что сила в знании Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!